Добрый вечер, дорогие любители киберспорта, хотел бы я сегодня сказать, но, к сожалению, без киберспорта. Однако, вы все же любители конкурсов, раз пришли сегодня, сегодня у нас победи админа на карте серпухов, и, как обычно, сие действия будет транслировать Дмитрий 55, ну а комментировать буду я, мистер Бутерброд, и мой напарник, чертик, еретик. Антон, привет! Да, привет, Бутер, и хочется всем сказать, что у нас сегодня не обычный серпухов, а матчмейкинговая версия этой карты, поэтому, может, кто-то какие-то нюансы заметит, тех, которых, например, нету в обычном серпухове. И понравится все-таки в таком ключе играть им. Ребята вообще, что собрались на этой карте, очень рад, потому что давно не видел вообще серпухова. Ну, админ у нас сегодня, это Антон Беловодский, я так подозреваю. Это да, это логично. Парни уже начали, уже, кстати, прорвался у нас у вас по рикошету. Смотри, смотри, ай-яй-яй. Ну да, там минок много, так просто не прорвешься. И раз пошла такая пьянка, я, пожалуй, скажу, кто еще защищает сегодня Антона. Руевен, 14-й, не знаю, к сожалению, кто это есть на самом деле, но, в общем, он. Актопусис, Феофилисити, Шотт, Импровизер и Аргент. Эти ребята сегодня будут пытаться защитить Антона. Спойлер, у них не получится. Ну, а как скоро у них не получится, зависит все от вас. Да, заходят потихонечку ребята, и надо сказать, что еще мест довольно-таки много. Поэтому, если вдруг вы, ребятки, не успели, вперед, время еще есть, я уверен, что у вас все получится. А ни разу не по приглашениям, не? Даже так, ну, честно говоря, может быть. Возможно, по приглашению, мне кажется, потому что медленно заходят вообще у нас ребята. И, кстати, пока есть возможность, я думаю, наш оператор покажет краску на Феофилисити, вот вблизи покружится. Тут у нас новая краска из набора. О, давно уже. Да, можно посмотреть, кто не видел еще в действии, вот, даже я не знал, что он останавливается, и вот эти механизмы заворачиваются. Да, 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 красивая краска, правда, согласись. Ну, это, ты знаешь, в принципе, краска-то классная, вот насчет рикошета, я, конечно, не согласен с тем, что это шикарный рикошет, но тут дело вкуса, поэтому, если нравится, то дерзайте. Так, ага, я зашел в чатик, чтобы почитать, что вы тут пишете. Так, а как вы счастливы, да, вы должны быть очень счастливы, потому что начали мы ровно прям, ноль-ноль-ноль. Так, да, кстати, у нас Антон прячется за домиком, очень далеко к нему надо пробраться, но если ребята смогут через левый фланг, то, в принципе, здесь мин не так много, и можно проехать. Кстати, по-моему, минки не ставили у нас на бровки. Да, минок на бровки нет, единственное, здесь шафт есть, как проблема такая, которая может возникнуть. Кстати говоря, шикарный шафт. Да, ну вот через правую бровку можно проехать, и тут у нас лишь шафт есть с этого фланга. Я бы, если честно, этим и занялся, да, потому что там действительно минок объективно меньше сделали какую-то вот возможность полайфхачить ребятам. Ну, в принципе, ладно, пользуйтесь, пользуйтесь, по правой для вас стороне, заезжайте, убиваете Антона. Так, админ, привет, да хорошо, ты знаешь, со вчерашнего дня не особо что-то изменилось, всё прекрасно. Жека, это приятно, это очень приятно. Так, ну, я ни от кого не избавлялся, не надо вообще говорить. А, кстати, загнал на Серпухов. Она здесь на карте, что ли? Руевент 14, это она? Не может быть. Ага, а это кто? Это кто-то из наших подписчиков утверждает, что она на карте. Ну, видно, это Руевент 14, ведь больше у нас пламенных нету. Но если это так, то вы очень осветленные. Да, больше нас. Это даже как-то странно. Это на самом деле странно, потому что сейчас я смотрю на список ребят, если ты видишь там в ТСКе наверху, я не вижу там никого из возможных претендентов, так что может быть, конечно, но вряд ли. Да, кстати, у Антона Беловодского там устройство на Магнум есть. На поворот башни. И из-за этого, может быть, немножко легче будет дефить, когда к нему подъедут вблизь. Да. Кстати говоря, это он здорово придумал, потому что без этого устройства на Магнуме будет действительно странно. Пишет, что Витя, Руевент 14, Витя, я так понимаю, у которой метро Москва. Может быть, может быть. Тогда еще и метро Москва с нами. Так как я пламенно прямо заинтриговал и так прям... Да, я вообще не знаю, кто тебе это сказал. Да вот в чате почитай. Николай Шевченко немножко выше нас писал. Ну ладно. Какие-нибудь пригласные битвы. Ну, мы не можем это сделать у нас. Да, к сожалению, мы не можем вас приглашать. Но, видимо, надо выбивать себе приглас. Честно говоря, я не узнавал, каким образом. Но если кому-то интересно, в группе официальной можно найти ответ на этот вопрос. Так, ну нас снова обвиняют. Куда Надю Вику делит нубы? Ну, возможно, мы нубы в каком-то плане. То тоже под вопросом, само собой. Ну, вот куда мы Надю Вику делили? Ну, никуда мы их не девали. Ну, вот просто сегодня у них не получалось. Что за предъявы, я вообще не понимаю. И пришлось нам, да. Чёртик, да чё ты их слушаешь? Чё ты отрадуешься? Да, надо ещё объясняться. Вообще заставили меня ещё объясняться. Да, вообще. Вы чё напали на чёртика? Я не понял. Мы спокойно пришли поговорить с Бутером. Да. Вечер, субботы. Тут рабочая суббота у многих была. Это правда. Так что кайфуйте. Кайфуйте. Ради вас пришли. А вы вот так вот. Не, чтобы лайк поставить лишний, кстати говоря. Друзья, давайте соточку напьём, как в прошлый раз. Вы понимаете, к чему это. Так, так, так. Собственно, я, раз есть такая возможность, прочитаю никнеймы, которые... Никнеймы ребят, которые против админов сегодня играют. Это циферкин, 2003-й. Пума. Семёрочка. Андрей, 31. Лад в танке. G9. Всё, тот же парень. Гром тащит. И вот постоянно обновляется у нас парень. Магустрали. Он, видимо, грешит на то, что у него нет урона. Но будем надеяться, что всё у него будет хорошо. А пока что админы чувствуют себя слишком уж хорошо. Да, если нас нажать ещё раз тап и показать звания, которые, в принципе, к них зашли, я не знаю, насколько здесь долго мы будем тянуть, потому что одни уронты и пару... забыл, я же звание, как называется. Марш... Как там? Не Маршал. Какое, какое, какое? Вот, посмотри, самое большое звание в Битии. А, Фельдмаршал. Фельдмаршал, да. И, кстати, да-да-да, и вот G9, Пума, это да, самые большие звания, Фельдмаршал. Тащите, тащите, не нужно. Да. Кто комментирует G9, не волнуйся, мы тебя упомянули, всё. Реклама прохватили. В центре, кстати, есть Уверда, давайте, парни, вперёд, он вам очень поможет. Смотри, смотри, зашёл у нас Тибурашка на карту. Забавно, забавно. Ну, будем надеяться, что сейчас пойдёт. Спрашивают у нас, что там за тащеров-гладиаторы, спрашивает Николай Шевченко. Я надеюсь, что голосом вы поняли мои кавычки. А тащер на гладиаторе, между прочим, зря ты так иронично, импровизор. Импровизор, между прочим, играет в клане Кадеты. А Кадеты, как известно, стали коллективом, который прошёл в ТОП-8 на прошедшем межклановом чемпионате. Так что не надо тут. Всё вполне заслужено. Правда, у бутера её нету, ну да ладно. Ну так я и не играю. Ну да, киберспортсменты в отставке. В давней-давней отставке. На пенсии парень уже. Отыграл своё, скажи. Ничего, придёт время, и ничего не изменится. Придёт время, я Варика обратно к себе заберу, и будем нагибать. Сейчас бы Варика обратно забирать. Да, Варика, кстати говоря, уже серебро. А ведь спланировал он на чемпионы, и Андрей. Андрей, смотри-то, прошёл. Будет он сейчас минки эти, давай-давай обходить аккуратненько. А где Антон? Антон приехал на центр. Антон, вернись. Андрей не знает об этом, кстати. А кто после этого заметили у нас тут? По-моему, он за нейтрой ехал. А, да? Блин, это обидно было. Слушай, как-то нехорошо. Антон, услышь меня, вернись, пожалуйста, туда за домик, чтобы у ребят были шансы. Шо началось-то? Там они вряд ли смогут тебя снять, потому что тут вокруг тебя такие плечистые ребята с изидками. Это будет сложно. Это будет очень сложно. Кстати, умирает у нас Ройвен 14-й, и я так понимаю, это вот Витя. Ну, фу-фу-фу, бывает. Всё, Антон, спасибо, ты меня услышал. Антон приехал на своё законное место, так что убивайте на здоровье. Кстати говоря, тут на подъёме, я уже успел посчитать. 12 минок стоит, поэтому, в принципе, несложно разминировать. Всего-то 3 захода ВАСПа. Да. Да и можно некоторые объехать. Опа, слили ещё и Фелисити. Ну вот, минок сколько осталось? Давай посчитай. Пять. Ты что, серьёзно? Ну да, да, я хоть и гуманитарий, но всё же что-то могу. Но у нас, кстати говоря, пока что как-то даже не особо пытаются ребят заходить, что странно, зачем они-то стоят у себя на базе? Кстати, там у единственного у нас человечка под ником ВАСПАЖИГА, да, Андрей, который, он имеет устройство у нас за игроков, и как раз с Китомом пробирается тут через тылы, пытается слить Антона, так что у него может с устройством всё и получиться. Ну дай бог, на самом деле. Переехали они снова в центр, но пока здесь, конечно, ничего не интересного. Ну, а тем временем напоминаем, что сегодня начались скидки в гараже на нарку, на припасы, поэтому она продлится у нас до 30 или 31 декабря, и вы сможете в эти дни покупать 50% скидкой у нас припасы, поэтому, если кто не успел или ещё надумывает, то думайте, время достаточно. Да, кстати, я сейчас пойду покупать, это ты меня обрадовал, на самом деле, это здорово. Так, привет, Индиго канал, вот, давно, кстати, я тебя не видел, что-то тебя вчера не было. Это хорошо, что ты пришёл, Николай Шевченко, хорошо, сейчас. Даша, Даша Арген, тебе передают привет, огромный пламенный привет, Николай Шевченко. Так, когда розыгрыш? Розыгрыш, как обычно, в конце трансляции. Ребята, давайте наляжем на лайки, ставьте лайкосики. А как в пробитве ёлка падает, я чё-то не понял, это что за прикол? Ну, так, видимо, они отключили голды, вот и всё. А может, если скидываешь сверху, Дим? Значит, всё, не пофиксили. Ну что, что, превращаем в бедерли на спасти голос, или админус, или я не заметил. Вау! Летит ёлка, летит! Летит, вы на ореха смотрите, а не на ёлку, в замедленном кадре. Покажи, пожалуйста, Дим, блин. Блин, а я не видел, кстати, ну-ка, я сейчас... Там орех, хо-хо-хо. Серьёзно? Ты меня байтишь! Не меня байтишь! Нет, всё равно, у меня есть скрин, хочешь потом скину? Хочу! Там написано, хо-хо-хо и ореха фотка. Это очень классно, юмор вообще. Юмор, это, конечно, здорово, но теперь у нас, видно, наши помощники скидывают, вот ещё сейчас один. Да, ты понимаешь, чёртик, у нас, спаси админа, превращается в спаси гол. Это меня на самом деле настораживает. Бу! Ага, ещё один. Аргенту слила? Ай-яй-яй, Даша, Даша. Не бывает. И ещё один нам кидают, ну просто, я не знаю, решили подарить всё, что есть. Всё правильно, всё верно. Слушай, ну всё равно много минок. Так, 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 это наша артиллерия, пишет импровизор. Хорошая артиллерия, мне нравится. Антон Беловодский, тем временем, стоит, ой-ой-ой, Андрей заходит, кусает, но решил, вот видишь, смотри, смотри, как интересно. Был перед ним Антон Беловодский, но решил он на Голдик поехать, и в итоге был слип на минках. Да, но он пытается, пытается, уже прорвал мины, все получаются, и вот близко. А, Конор, смотри, бывает такое, что некоторые комплекты появляются на определённых званиях, поэтому если у тебя аккаунты разных званий, соответственно, может где-то появиться комплект, где-то не появится. Кроме того, если у тебя уже есть вещи из этого комплекта, то, естественно, он у тебя не будет появляться. Всё предельно просто. Так, что-что, много, на самом деле, сообщений, я пропускаю. Надо назад листать. Как поставить лайк, спрашивают? Чё ты вот не озвучиваешь? Как поставить лайк? Действительно. Заходите на наш стрим, в чат раз уже зашли, там есть пальчик вверх, нажимайте. Классно нам станет. Дайте скрин с орехом, пожалуйста. Ну, всё, началось. Ну, это уже всё, это отдельно будет порчаться. Вы ко мне, там, ПМ на форуме напишите, я уж подумаю. Ладно, ладно, сейчас организую вам скрин. Так, пока чёртик организует Барсик Марвин. Барсик, привет. У меня черепаху зовут Барсик. Так, ссылку на битву. А вот нельзя так. А если там будут матерные стола? Сколько лайков для приза? Ну, я думаю, что если мы 100 лайков наберём, то можно будет что-нибудь и организовать. Так что, ребята, давайте, давайте, 100 лайков. Есть шансы войти в битву. На самом деле, друг мой, я не отвечу тебе на этот вопрос точно, потому что сам не знаю. Места вроде бы даже, по-моему, одно ещё есть. Но это по приглашениям. Так что, поди знай. Так, ну, сейчас скрин у вас на экранах появится. В чат уже не буду скидывать. Смотрите вам сейчас на... Пока. Даже я... На экране матричной стрима сейчас увидите ореха. Так, катка закончится у нас через минут 30, наверное. Ну, как пойдёт. Где орех? Где орех? Я тебе уже скинул ореха. Ты что, не увидел? Я хочу увидеть его на стриме. А-а-а. Понимаешь? Сейчас, сейчас там, главное, чтобы не забанили его. А, даже так? Да. Из-за что? Лагиат, типа. А, ну... Так, ну, у нас пока продвижения никаких, хотя мин уже всё меньше остаётся. Кстати, шаг там целится. Это хорошо. Это хорошо. Так, я устал ждать, я перехожу по ссылке, чтобы... Вот появилось. А-а-а. Вот я вижу прям. Орех у нас прям на главную. Это... Это... Ну, то есть, прям реально или это фотошоп? Это серьёзно, это не фотошоп. Дима подтвердили, если что. А-а-а. Всё с тобой понятно. Орех у нас в главных новостях. Блин. Ну, орех, конечно, хороший. Ну, вы, Дима может, в принципе, потом, когда будут снимать у нас... Скидывайте у нас как раз метеорит, и оператор наш заснимет полёт ёлки, и потом на повторе, и можно будет тормознуть и убедиться в этом. Блин. О-ой. Так. А у нас, кстати говоря, G9-ый. Смотри. Смог? Ай, не смог. А кто... Смотри, а кто пути слежит гусеницами вверх. Дима, надо будет скинуть тебе потом крабиков, чтобы ты их пускал. Кто админ, спрашивает у нас игрок. Админ у нас Антон Беловодский. Так, ну всё, благодаря скрину нам пообещали лайки поставить. Вот всё. Ну давайте, ребята, давайте. Это хорошо. Нет, на самом деле лайки, наоборот, для вас. То есть это работает на вас, потому что я напомню 100 лайкосиков, и будет вам вишенка на торте. Так. Та-та-так, так-так-так. Как участвовать? Друг мой, участвовать, Эльвир, можно по приглашению наших админов, поэтому тут я тебе не помощник. Так, так-так. Мне не показалось. Нет, Павел, тебе не показалось тут много уоррентов. Уоррентов, так что маленькие звания тоже могут участвовать. Так, мне часто. Люди, под видео есть внизу кнопка, в виде пальца вверх. Нажмите на неё, плиз. Не будьте упертыми, пишет Алекс Чейз, и с ним нельзя не согласиться. Действительно, всё верно, всё так. Ну, а у нас тут ребята всё пытаются достать Антона Беловодского пока не очень получается, но они всё стараются. Опять Андрей. Мощный Андрей, уоррент четвёрка, бежит к нему. Да, Шофелисити, Актопозис, они уже аж туда приехали. Ух. Андрея забрала мины. Второе счастье. Да, действительно, воистину так. Шофт у нас тоже, между прочим, делает своё грязное дело. Пуба! Ай-яй-яй, жалко. Но он неплохо так через минуты перелетал, а вот Гром у нас уже тут. Объезжай, чтобы не увидели, кстати, его никто, по-моему, не видел. Жига там находится, не Гром, точнее. Так, 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 Гром, смотри, действительно хорошо зашёл. Он может... Он выжидает, никого нету. Ай-яй-яй, заход, кстати. Он сейчас с двух сторон накинулся, можно завалить, но слишком много езди. Три езди на одного Антошу, и Антошу выжить. Это, конечно, больно. Пума тоже бьёт, но этого мало-мало. Друзья, да дайте же убить Антона. Никогда не думал, что скажу это, но Антон, умри, пожалуйста. Какой ты добрый, победить надо Антона. Ну, я так и сказал. У нас давно этого конкурса уже нету. Скажите, как он поворачивает пушкой артой? Это же невозможно! Да, Илюха, это невозможно, если у тебя, конечно, нету устройства. Заходишь в танки, в гараж, в магнум, нажимаешь на устройство, и там есть устройство, которое позволяет поворачивать башню. Та-дам! Всё очень просто. Давай, Индига, давай, конечно, можно. Ну, тут G9 пытается бороться. С рельсой, конечно, безрезультатно, но всё-таки пытался. За попытку мы можем плюсик ему поставить. Но, тем временем, ничего тут на карте не меняется. Можем лишь только погадать, сколько у вас подписчики наших звёзд. Давайте. За день что изменилось? Сколько в этот день набили звёзд уже? Ух, я ещё не заходил даже в танки. То есть у тебя 300 до сих пор, да? Нет, но я вечером вчера набил немножко. Сколько, давай, расскажи нам. 400 почти. Почти? Ну всё, я тебя обошёл. С помощью вчерашнего выданного премиум аккаунта, который мне с удовольствием подарили разработчики. Я уже под 500 добрался, там 470, наверное, 470 у меня уже. Хотя я вчера играл в Ивернортик. Часа два только поиграл, и вот сегодня сейчас перед стримом битвы 3. Миссия, да вы задрот. Да. Что я тебе могу сказать? Просто каждую битву, честно, каждую битву 6 очей. Ну, то есть редко бывает 4, в основном 6. Даже я проигрываю, я вот вчера советовал всем не выходить. Я никогда не выхожу. Просто луплю, стою с шаптом своим любимым. Да, да, я тоже так играю. Через шап, да? Да, да. Давай пятюню, да. Молодцы. А у тебя ещё и устройство есть? Да, 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 на 3 выставки. Новый. Вот, ну ты вообще мощаротый, смотри, будь это. Да, шапка-то вообще божественная. Ты копируешь меня, что? Я так делал ещё с момента появления этого устройства. Так, ну бас, VCS Pro. Да, конечно, можно вопрос. Ух ты, 2000 уже у кого-то. Ладно, уже верим, уже верим. В скрины, простите, я ни у кого не буду. Один день, 110 звёзд. А с бустером? Бустером, да. Так, админ, это, ты знаешь, довольно личный вопрос, но я тебе так скажу. В данный момент уже нет. Чтобы вы подумали убрать тексты вещи, крутые краски для новичков. Конор, мы всего лишь освещаем все ивенты, происходящие в танках онлайн. Мы не администраторы. Нам до ореха далеко. Видишь, если бы на вот этом скрине был, например, мой фейс с Чёртика или Дима, тогда бы да, тогда конечно. А так, вот к этому молодому человеку в красной шапочке, пожалуйста, обращайтесь. На Северном полюсе, говорит, живёт. Да, письма вы пишите. Тоже. Ну, Индиго, смотри, честно, врать тебе не буду. Сам пока что не играл, но... Может быть, очень может быть. Так, ну у нас есть движение, Антон Беловский уже на базе противников, бедные все тут стоят. Кстати, у G9 может получиться, он всё-таки на страйкере, если запурят в нужный момент у нас ракеты, то получится всё отлично. Просто, Жек, а каким образом вы выбираете арты на превью стрима? Дружище, ну, их специально рисуют. Если ты предлагаешь какую-нибудь свою работу, если ты действительно классно рисуешь, то ты всегда можешь написать, скинуть свою превосходную работу, которая подходит для, например, какого-то конкурса или какого-то турнира, в официальную группу в сообщение к нам. Официальная группа канала Stream.to. Пишешь туда, отправляешь, и если ты действительно мощный тип, я думаю, что мы решим этот вопрос. Устройства на любых пушках появляются в первом звании, либо по степени прокачки. Как раз-таки по степени прокачки, по уровням, по званиям, точнее, появляются, они всё на одном звании. Постепенно будут устройства добавляться, очень сильно разбиты, так что можно на любом звании какое-то новое устройство открыть. С вероятностью, там 70%, там почти каждое звание какое-то устройство открывается. Ну, если бы легенда, то уже, конечно, всё открыто. Ну да, да, само собой. Дима, скажи мне, стоит ли уже открывать ключом замок нашего розыгрыша? Ну вот, друзья, тут у нас вот этот вот, который... Да, да, да. Ну ладно, сейчас проверим. Спрашивает у нас NubasVisysPro, как участвовать, куда нажимать. Дружище, зашёл на сайт, зашёл в свой аккаунт, вводишь свой логин и пароль от танкового аккаунта, это по сути один и тот же, заходишь, соответственно, на сайт текущей розыгрыша и там уже для того, чтобы участвовать, тебя попросят ввести ключ. Да, у нас гром, гром сливает у нас Антона Беловодского в Магустрали. Магустрали, да, кстати говоря, поздравляем мы тебя, дружище, ты хорош. Есть у нас убитый Антона, это значит, что самое время сказать вам. Для участия необходимо ввести ключ 5647. Ну и, друзья, для того, чтобы поставить до момента возможность, так сказать, когда сохраняется, поставить 100 лайков, у вас остаётся буквально пару минут, так что вы тут не хлопайте ресницами, ушами и не спите, в общем. 100 лайкосиков, друзья, не так уж и сложно. Так, ну, ёлки есть, замедленно, надеюсь, успеет сделать оператор. Ух, ой-й-й-й-й, красота какая. Нарисован. Пересмотрите в повторе, вы, я думаю, сняли там вблизи елки, поэтому смотрите. Ой-й-й-й, красота. Да-да-да, сразу 0,25 на ютубе. Так, ну, слушай, ещё падает ещё парочку. Это красиво. Сейчас мы в метеорите видим, вот линейт-1. Слушай, они тут далеко появляются, оказывается. Ничего себе, угу. Ничего себе. Там написан орех. Слушай, вот это классно. С метеоритами я как-то проспал, даже не смотрел на них. Да-да-да, я заскринил, я заскринил, ура! Скрин без ореха Да Блин, ну орех, конечно, молодец Классно, классно Как он вертит башни на магнуме? Печенька Еще раз повторюсь Для того, чтобы крутить башни на магнуме Не нужно никаких особых умений Надо всего лишь купить устройство В гараже, которое позволяет Крутить башни на магнуме Так, друзья До 100 лайков Осталось 12 Так что, если каждый сейчас поставит По лайкосику, то мы Можем магическим способом Выбить еще для вас Какой-нибудь промокодик Так что, давайте Скорее Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому